Прокуратура области направила в суд 32 исковых заявлений, связанных с необходимостью ремонта дорожного полотна в муниципалитетах. Дороги Маршанска и района также вызывают нарекания со стороны местных жителей. Прокуратурой города пройдено обследование автомобильных дорог, находящихся в реестре муниципального имущества. Установлено, что 11 из них находятся в недотворительном техническом состоянии, не обеспечивают безопасность дорожного движения. Но это можно перечислять долго. Это Красноармейская, Ленина, Советская, Свободная, Речная, Кубышево и другие. Так, асфальтовое покрытие проезжей части указанных выше автомобильных дорог имеет многочисленные повреждения, просадки, выбоины, соответственно, не соответствуют необходимым требованиям. Контроль за состоянием дорожного полотна осуществляет отдел ГИБДД. Оценивая проезжую часть города, исполняющую обязанности начальника маршанской полиции Юрий Ермаченко отметил, что проблема существует. Однако, состояние дорог аналогично прошлому году. В целом, по уличной дорожной сети, скажем так, что в целом, содержание уличной дорожной сети по городу маршанской осталось на прежнем уровне. Не улучшается? Да, то есть улучшение и, скажем так, ухудшение как бы не прослеживается. В настоящий период времени у нас возбуждено 4 дела административного расследования по статье 12.34. Значит, в рамках данных расследований у нас будут истреблены необходимые материалы. По получению необходимых материалов в отношении должностных лиц, ответственных за эксплуатацию уличной дорожной сети города Маршанска, будут приняты меры административного воздействия. Штрафные санкции за ненадлежащее состояние дорог солидны. На ответственных лиц несколько сотен тысяч рублей. Будет установлена, значит, будет установлена вина юридического лица, санкции позволяет привлечь до 300 тысяч, значит, штрафные санкции до 300 тысяч в отношении, как бы, юридического лица. В течение месяца в целом ситуация, она находится под контролем, будут приняты надлежащие меры реагирования. И, соответственно, уличная дорожная сеть будет, по крайней мере, приложено всем максимальное мероприятие, проведенное, чтобы уличная дорожная сеть находилась у нас в надлежащем исправном состоянии, пригодной для эксплуатации и, значит, транспортных средств на дорогах общего пользования. В 2016 году прокуроры городов и районов области возбудили 198 дел об административных правонарушениях, вынесли 291 представление и направили в суд 169 исковых заявлений. В этом году контроль со стороны ведомства будет ужесточен, подчеркнул прокурор города и района Владимир Бесчетнов. По итогам настоящего совещания, нам будет принято решение о том, что вот начиная с этого дня мы с органами внутреннего дела будем работать во взаимодействии до устранения вот этой ситуации, потому что очень много дорог, которые просто не соответствуют требованиям. Это, соответственно, нельзя так и оставлять. Ольга Усова, Андрей Щербаков, область новостей.